так добрый день всем мы должны быть с вами в прямом эфире instagram я хотел бы попросить если кто-то сейчас подключится пожалуйста просигнальте есть у нас сейчас звук или нет потому что иногда бывает бывает сложности с микрофоном если есть либо пальчик вверх либо написать напишите пожалуйста звук есть так слышно спасибо алина большое значит меня очень давно не было в прямом эфире недели три я был очень сильно загружен поэтому не имел возможности выходить на связь сейчас два дня у нас интенсивно проходила конференция вышека и у меня есть буквально каких-то полчаса вечером воскресенье чтобы быстро записать несколько слов про будущую неделю чтобы вы возможности оперативно получили информацию поэтому пожалуй давайте будем с вами приступать значит у нас с вами идет последняя третья декада знака весов в принципе уже окончание этого знака весов который отвечает за легализацию трудовых отношений личных отношений отвечает за прояснение позиций за партнерские проекты за конференции и как раз 13 14 числа на небе у нас с вами наблюдается полнолуние вы его хорошо сейчас видите на небе на самом деле если выйдете на улицу если там нет облаков полнолуние это не только время плохого сна это не только время возбуждения когда дорогах больше хаоса меньше порядка как говорят мои студенты неожиданно может на два дня напасть большой очень жор аппетит когда хочется кушать все подряд и все то что нельзя и все то что обычно вы себе запрещаете в это время это не страшно можно два дня пострадать такой вот мани и потом снова взять себя в руки это может пройти полнолуние это конечно конфликт двух светил и как любой конфликт он на самом деле полезен потому что приносит более высокое повышенное осознание сознание в том числе вопросах себя что я хочу что я могу в вопросах партнерства личного делового партнерства насколько оно равноправное какие инициативы мы можем сейчас произвести в партнерстве это прояснение позиций это реализация партнерских инициатив вот полнолуние ощущается 13 14 числа и если вам интересно общение с какими-то людьми то принципе лучше проявить инициативу написать и хотя бы уточнить интересно ли взаимно им также с вами сотрудничать взаимодействовать то есть не надо в это время вести себя пассивно ждать что кто-то проявит инициативу а может быть меня заметит не надо потакать своим страхом которые очень часто нас ненужным образом ограничивают сейчас нужно выходить за пределы страхов и проявлять инициативу скажем так и демонстрировать себя вот не зря у нас конференция проходила в эти два дня где люди докладывали свои интереснейшие доклады на тему астрологии свои наблюдения наработки вот такой у нас с вами полнолуние если говорить о его влиянии то но точно она будет буквально в полночь 14 октября действовать может еще течение где-то недели на самом деле почти как и весь 2019 год полнолуние будет иметь эффект позитива и негатива как я уже подчеркивал в этом году осенью также специфика этого года такова что мы получаем плюсы вместе с ними минусы мы получаем минусы вместе с ними плюсы это связано с тем как на небе стоят планеты делаем что юпитер планета позитива плюсов подарков стоит 15-20 градусов стрельца и примерно в этих же градусов стоят две планеты которые приносят трудности естественно сатурн и плутон знаки козерога и когда с ними делают аспекты как сейчас например солнце вот в 13 14 числа мы получаем одновременно и минусы и плюсы а вот как бы и тяжелые обстоятельства и новые перспективы возможности значит на всякий случай напомню полнолуние затрагивают знаки весы и овен возможно ярче будет проявляться у людей у которых что-то стоит важное в их карте если вы немного хотя бы знакомы с астрологией вы понимаете это не значит что только касается тех у кого день рождения там 5 апреля или 5 октября овен или весы если у вас любые значимые планеты и меркурий и луна и юпитер и марс и так далее и включая такие сложности как как асцендент допустим это вас также может затрагивать значит что я бы сказал еще по поводу той зоны весов которые мы сейчас уже проживаем почти последнюю неделю воздушного знака весов когда мы все-таки несмотря на все перепады сложности этой осени все таки части где-то мы должны получать удовольствие сейчас от текущего периода времени даже если сложное удовольствие неровное удовольствие потому что это общение потому что мы летом с вами обсуждали прогнозы там все очень сложно было сообщением а сейчас это все-таки весы это все-таки общение взаимодействие столкновение мнение это все равно приятно интересно потому что видимо человеческая природа такова что нам интереснее когда мы общаемся взаимодействуем даже если это немножко конфликтно напряженно или даже серьезно конфликтно напряженно чем когда мы вообще не общаемся это видимо совсем не в природе человека что я заметил бы по, хотел бы отметить по наступающей неделе с 14 по 20 октября, это то, что 14 числа заканчивается аспект на небе, ну или начинает распадаться, заканчиваться, который я называю аспект шлагбаума. Те, кто следит за моими лекциями, вебинарами, вы знаете, что я уже лет 10, наверное, использую этот термин, он касается напряженного аспекта Солнца-Плутон, который как раз в точной фазе наблюдается вот утром в 10.30-10.40 по Москве в понедельник квадратура Солнца-Плутон, это пик аспекта, вот когда Солнце было очень сильно зажато, воспрепятственно тяжелой планетой на небе, поскольку мы всегда видим резонанс того, что происходит наверху, с тем, что происходит внизу, я всегда поясняю, что гороскоп по большому счету является зеркалом. Я не сторонник идеи, что гороскоп или звезды есть причин того, что с нами происходит. Это не совсем так. Причина, возможно, гораздо более глобальная, гораздо более глубокая. На мой взгляд, правильный взгляд в том, что гороскоп, влияние звезд, планет, это все-таки больше похоже на зеркало тех процессов, которые происходят у нас с вами здесь, а не на причину, если вы поняли, о чем я говорю. И таким образом мы не говорим, что прямо вот некий Плутон там на небе и посылает прямо свои волны и запрещает какие-то ситуации, создает сложности. Мы говорим, что это уникальное зеркало, куда можем посмотреть и увидеть, что сейчас по какой-то причине у нас на Земле идут вот такие процессы, которые называют аспект шлагбаума, когда какие-то вещи вот закрыты и пережимаются у нас с вами определенные жизненные ситуации и процессы и как бы запрещаются. Плутон планета запрета. Плутон планета, которая оставляет нас без ресурсов, выжимает нас иногда там до рубля, до копейки, до цента и так далее. И объективно это очень трудный период жизни, но дело в том, что на небе идут весы, а весы это общение. То есть, трудно или нетрудно, все равно надо общаться. Как бы ни было тяжело, есть у вас ресурсы или нет ресурсов, надо пытаться договариваться, взаимодействовать. То есть, из серии там худой мир лучше, чем добрая война. Даже если вот настолько жестокий и тяжелый аспект, а Солнце Плутон, это, конечно, чуть ли не аспект смерти вообще. То есть, да, могут умереть какие-то союзы, какое-то партнерство, какие-то иллюзии, какие-то надежды. Ну, надежды там на легкое решение, к примеру. Вот. Аспект очень тяжелый, но формально говоря, этот шлагбаум, как я его в кавычках называю, 14 числа в 11 утра начинает подниматься. Значит, если бы все было идеально, то 14 числа в 11 часов или в 12 мы бы почувствовали, вот как по щелчку, по мановению палочки, что все начинает хорошо двигаться, запреты снимаются, трудности, проблемы уходят, пик каких-то испытаний, скажем, уходит, пик финансового кризиса, уходит. Ну, не думаю, что прямо час-час это произойдет, думаю, что день за днем постепенно будет отпускать, но в течение недели могут быть еще волны, которые будут напоминать вот такой аспект шлагбаума, запретов, тяжелых испытаний. Вопрос, какие здесь советы? Ну, советы в том, чтобы проявлять характер, если честно. У нас есть знаки с вами волевые, с сильным характером, ну, можно говорить не знаки, а люди, конечно же, да? Потому что астрология просто отражает то, что есть у людей. Что есть, то и прописано в гороскопе, то и отражено. Есть люди волевые с характером, есть люди не такие. В это время мы всем говорим, что надо нарабатывать стойкость, умение сопротивляться, защищаться, нарабатывать характер. Это сила Плутона, это вот планета Скорпионы. У Скорпионов есть свои очень большие плюсы. В частности, стойкость, умение проходить сложные ситуации. Вот такое полнолуние у нас с вами, которое, несмотря на вот все, что вокруг, все-таки на тему общения и на тему инициатив, и на тему инициатив в общении. Что еще у нас с вами происходит на небе? Венера, планета женщин, планета чувств, планета человеческих отношений идет по сложному знаку Скорпиона. В это время чувства бурлят, часто очень сложные ситуации в личном общении, в финансах, в деловом взаимодействии. Часто, к сожалению, болезни женщин, либо болезни отношений, либо болезни любви, либо тяжелая, сложная любовь, сложные ситуации через женщин, много денег, уходящих на здоровье, допустим. Плюс еще в воскресенье 13 числа мы с вами проживали противостояние Венеры и Урана 12-13 числа. Скажем так, аспект, на самом деле, очень напряженный аспект накала, аспект разрыва, разрыва деловых отношений, шокового разрыва отношений, разрыва любовных отношений, разрыва договоренностей, но зато это аспект, который я называю аспект театра и аспект общения с друзьями. Поэтому, допустим, астрологическая конференция или встреча с друзьями в это время проходит хорошо, и наша конференция два дня, конференция ВШК прошла действительно хорошо. Вот, да, заметно, что женщины болеют, да, видно, что у многих серьезный кризис и по финансам, и по человеческим ситуациям. Есть ли какие-то идеи, не знаю, помощи, поддержки в этом всем? На небе сейчас наблюдается то, что в астрологии называется взаимная рецепция. А взаимная рецепция это расположение двух планет в знаках друг друга, и считается, что они как бы друг друга поддерживают. Значит, кто это на небе? Это Венера, которая стоит на территории Марса в Скорпионе, и Марс, который в свою очередь стоит на территории Венеры в знаке весов. Они находятся в знаках друг друга. Это взаимное приятие, как говорят астрологи, или взаимная рецепция. Значит, какую идею нам это может давать. Нам это может давать идею взаимной помощи, или переводя на более какие-то практичные ситуации, это может быть идея Бартера. При этом обе планеты стоят в слабой позиции, причем в самой слабой позиции, в слабейшей позиции. В Венеру в нулевом статусе, в минус нулевом, в отрицательном, в очень слабом знаке, и то же самое Марс. Венера это женщины, Марс это мужчины. То есть вопрос, мужчины сейчас окей или нет? Женщины в каком состоянии? Возможно, многие женщины сейчас ослаблены, либо подают виду, либо не подают. Лучше, если мы отдаем себе отчет, в каком состоянии. Возможно, многие мужчины где-то ослаблены и тоже ищут партнерство, поддержку, сильную фигуру. И то, что они в знаках друг друга, создает интересную формулу. Два слабых персонажа, но они помогают друг другу. Они поддерживают друг другу. То есть это напоминает двух шатающихся, ослабленных людей, которые если идут вместе вот такой елочкой, то они идут более устойчиво, идут дальше, идут стабильнее. Они помогают друг другу и вместе создают, возможно, более устойчивую единицу. Соответственно, вот эта идея взаимопомощи, это идея бартера. То есть, скорпион это финансисты, скорпион это военные, скорпион это врачи, скорпион это налоговые инспекторы, скорпион это астрологи и психологи. Весы это дизайнеры, весы это сфера красоты, весы это сфера искусства. То есть, грубо говоря, финансисты помогают дизайнерам, дизайнеры помогают финансистам, они идут вместе рука об рукость. Если вам сейчас плохо, не надо думать, боже, как мне плохо, кто бы мне помог. Подумайте в таком направлении, кому бы мне протянуть руку помощи. Это странно, потому что если вы чувствуете себя слабо, ну как это протянуть руку помощи, когда я чувствую себя плохо, кто бы мне помог. Но срабатывает вот эта логика. Немножко парадоксально, да, если вы сейчас слабы, подумайте все-таки не о нахождении помощи, а о том, кому протянуть руку. Потому что если он сделает то же самое или она подумает, кому протянуть руку, тогда вы встретитесь и вы станете более стабильной, сильной единицей. Вот такая интересная ситуация на небе и, возможно, это кому-то поможет. Идея бартера присутствует сейчас на небе. Значит, наблюдается сильное влияние водной стихии, потому что в знаке воды и планеты общения Меркурия, Скорпионе, это эмоции. Конечно же, это тайны, секреты. Иногда это трудные переговоры, потому что Скорпион легких не может давать никогда. Это не знак весов. Это глубокие и сложные переговоры, финансовые и человеческие. Венера, планета человеческих отношений, тоже в водном знаке Скорпиона. Значит, водной стихии много. Вода, это медицина в астрологии. Вода, это психология. Вода, это разговоры по душам. Вода, это много эмоций. Это может быть многовато эмоций, в том числе и в бизнесе. Вопрос, ну вот если вас немножко захлёстывают эмоции или не немножко, какие идеи и что делать. Идеи очень простые. В астрологии противоядием для воды, ну или компенсацией для водной стихии, для ее избытка является стихией земли. И поэтому идея очень простая. Если вас эмоционально штормит и бросает из стороны в сторону и заносит, общаться со знаками земной стихии. То есть вспоминать, кто у вас есть из знаков земли. И это телец, или это дева, или это козерог. И звонить им и говорить привет. Я хочу с тобой поговорить две минутки. И все. И они на самом деле хорошо приносят нам, телец, стабильность, спокойствие, здравомыслие. Дева, четкость, отсутствие эмоций, настроенность на работу. Козерог вообще великолепно. Выстраивать нас с вами же. Козерог прям сразу дает нам такую вертикаль и очень четко и сильно, и очень качественно ставит задачи. Если проблема и вас шатает, болтает из стороны в сторону, звоните козерогу. Вам очень хорошо прочистят мозги, поставят задачи и на следующий день проверят. Соответственно, вот такие идеи здесь. Что я хочу еще сказать? Немножко, может быть, информация для астрологов. Возьмите на заметку, что с субботы 12 октября Меркурий на небе в знаке Скорпиона уже находится в петле. Для тех, кто понимает, эта информация говорит о том, что уже нам с вами посылаются первые сигналы о том, что будет происходить во время его ретроградности с 31 октября по 20 ноября. Ретроградность не естественно. Даже с анонсом какой-то последней их песни «Атаман». Точно 31 октября. То есть, это не всегда плохо. Это иногда полезное возвращение к нерешенным задачам, старым задачам, но уже пора ловить сигналы. Ловить сигналы о том, что будет там. Уже Меркурий постепенно замедляется. Уже прошли те два месяца, когда Меркурий разгоняется с высокой скоростью литий по небу. В это время мы очень энергично с вами что-то делаем, делаем, делаем. В период где-то два месяца. После этого начинает постепенно тормозить и замедляться. Мы уже идем туда. Уже скоро пойдут явные сигналы. Лучше их увидеть и услышать раньше и реагировать на них. Чем раньше вы отреагируете, тем позитивнее. Мы потом проведем те самые три недели в ноябре, которые обычно считаются сложными. Вот ретро Меркурий опять вот все встанет, все зависнет, опять будем мучиться. На самом деле, если его правильно организовано провести, космос ведь не посылает нам бессмысленных страданий. Это невозможно. Наоборот, он посылает нам правильное время, чтобы произвести какие-то важные, необходимые вещи. Ретро Меркурий необходим. Даже, да, сложный знак Скорпиона. Эмоционально сложный, финансово сложный. Но спасибо, что не в Новый год, в ноябре. Потому что в конце ноября он закончится и, слава Богу, в Новый год мы потом в декабре пойдем уже в хорошем виде, хотя и хорошенько после хорошей чистки, я бы сказал так. В общем, кто наиболее тонко воспринимает, что знаки, то, что происходит у вас. Наблюдайте, пожалуйста, мы уже в петле. И, конечно, такая важная заметка, что сейчас у нас с вами много общения со Скорпионами. Потому что Венера планета человеческих отношений в этом знаке. Меркурий планета информации в этом знаке. Поэтому не то, что не пугайтесь. Пожалуйста, приветствуйте, когда в вашей жизни сейчас вокруг есть Скорпионы. Недалеко не все ядовитые, проблемные и приносящие неприятности. Они очень часто помогают нам с вами преодолевать эти трудности. Поэтому и врачи, и деловые люди, и на уровне личных контактов, если попадаются Скорпионы, смотреть на самом деле не обязательно, ну не то, что не обязательно за знаком Зодиака, а смотреть надо не только за знаком Зодиака, смотреть надо за уровнем развития человека. То есть, вы сначала проверяете человека на уровень культурного развития, интеллектуального развития, делового и так далее. И если все хорошо, если он высокоразвитый, потом вы учитываете, какой знак Зодиака идете общаться. То есть, вопрос здесь не только в знаках Зодиака, сколько в уровне развития людей, естественно. И тут работает закон прослойки. Высокоразвитые общаются с такими же, низкоразвитые общаются с такими же. В общем, мы все на самом деле общаемся в рамках своих прослоев. Поэтому сейчас время общаться с этим знаком. Звезды об этом говорят абсолютно недвусмысленно. Поэтому, пожалуйста, не убегайте, общайтесь. Вы получите достаточно много полезной информации. И у скорпионов есть большой и серьезный достаточно плюс. Я думаю, что иногда у вас такие бывают у нас с вами сложные ситуации. Такие непростые разговоры надо провести, что вы ловите себя на том, что вам просто не с кем поговорить. Ну вот не с кем вообще. Даже иногда с психологом вы не можете обсудить. Вы не можете с мамой, с мужем или с женой. Настолько бывают сложные ситуации. И вот здесь приходят вот эти прекрасные люди. Либо рыбы, либо скорпионы, но иногда скорее даже скорпионы. И с ними вы можете поговорить. И нередко это или психологи или астрологи единственный иногда человек в мире бывает, с кем вы можете обсудить что-то. И тогда вы скажете, слава Богу, что есть скорпионы. Иначе бы меня изнутри просто разорвало. Я не знаю, что бы я делал, если ты ни с кем не можешь поговорить. Но что вы знаете, как для человека важно поговорить. Это важнейшая потребность. Это важнее, чем поесть. Только дышать важнее, чем говорить. Дышать, а потом говорить. И только потом поесть. Хорошо. Значит, в принципе, про неделю основное, наверное, я вам сказал. Но предупреждаю, что у меня на видео 30-40 минут. И я говорю, сделав небольшие быстрые наброски. Что касается лунного цикла, да, он нас с вами интересует. Он достаточно хорошо воплощается в событиях. Лунный цикл такой. В понедельник мы с вами третий день практически проживаем. Луну в знаке Овна. Но в понедельник весь день она в холостом пробеге, без курса. То есть, день может быть наполнен активностью. Но некоторые дела могут срываться, могут отменяться. Либо может наблюдаться немножко неорганизованная такая бестолковая активность. Когда пришлось куда-то пойти, куда-то поехать. Это не совсем пригодилось. Но когда Овен силен на небе, как говорится, лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. Поэтому вот в понедельник у нас активности беготня может быть наполовину непродуктивная, наполовину продуктивная. Но все равно, скажем, день проходит активно. Если же нам что-то предлагают, и это пустая луна, то тогда не торопитесь. Не торопитесь, потому что если луна без курса, то часто это или уже не актуально, или непродуманно. То же самое с покупками. Значит, в понедельник 19-24 по Москве луна уже не в Овне и уже не в холостом пробеге. Она уже эффективная, она уже в порядке, она в спокойном земном знаке Тельца. Но есть одно НО. Телец это разговор про деньги, про собственность. И соответственно в этом есть плюс, есть минус. Плюс, когда идут поступления нам с вами, и мы радуемся и это приветствуем. Вот. Минус, когда нам говорят, что вот за нами какие-то платежи, надо платить, и это всегда менее приятно. Но это необходимый разговор соответственно. В этой энергии Тельца мы живем вечер понедельника, вторник и утро среды. Потому что в среду после 11, ну 11.38 по Москве, уже будет опять холостая луна, пустые часы. Значит, вечером в понедельник луна идет на соединение с ураном. Поэтому могут быть какие-то неожиданные, может быть, сбои или ущербы для имущества. Потому что Телец знак очень хороший, отвечающий за имущество. Но с 2018-19 года там поселился уран, и время от времени мы получаем шоки и какие-то удары, какие-то ситуации, когда что-то разбивается. Но если у вас там разобьется старая тарелка-кружка, то слава богу. Потому что это, ну, самая легкая, скажем, отработка того, что какой-то минимальный вред мы получаем по собственности. Пусть лучше так, чем какими-то более шокирующими, неприятными ситуациями. Ну там, лампочка взорвется, вы говорите, и замечательно, и хорошо. Значит, пусть ничего другое зато не взрывается. Вторник интересен, потому что энергия финансовых знаков очень сильна во вторник. Это знаки Телца Скорпиона, и там подключается также знак Козерога, который связан с недвижимостью. Поэтому вторник во многом настроен на сделки, в том числе купли, продажи, аренды по недвижимости, финансовые расчеты, когда мы получаем деньги, когда отдаем деньги. Но во вторник противостояние Луны и Венеры. И Венера в утомляющем сильном очень знаке Скорпиона. Луна в позитивном знаке Тельца, который накапливает, и Венера в знаке Скорпиона, который очень много тратит. И поэтому есть ощущение, что во вторник деньги есть, и удовольствия нет. Или деньги есть, но все заработанное приходится отдать. Или нет стабильности из-за болезни. Либо какие-то сделки. Это один из самых лучших вариантов. Вот. Ну и вечером Луна в гармонии с Сатурном. Это плюс для деловых переговоров, для различных сделок. И Луна идет на противостояние с Меркурием вечером во вторник. Это выглядит как сложные, непростые финансовые переговоры. Но если нужно, значит нужно. Значит проводим эти переговоры. В среду, как я говорил, Луна эффективная только утром. То есть что-то покупать или обсуждать нормально получается до 11.38 в Москве. После этого до ночи, до полуночи. Весь день пустая Луна. То есть, менее удачные покупки, переговоры, поездки. Время немножко расслабиться, отдохнуть, переключиться, погулять на природе. Не время делать серьезные покупки. Четверг и пятница это Луна в знаке близнецов. Это конечно время, ну скажем так, брать билеты. Это время брать билеты. Это время поездок, время общения, время прогулок. 17 числа Луна в гармонии с Марсом в весах. Общение с мужчинами. Ну если у каких-то женщин есть трудности в общении с мужчинами, страхи, еще что-то. В четверг Луна в гармонии с мужской планетой. Значит общайтесь, будет многое получаться. Не надо ничего бояться. Вот полезное взаимодействие. Важно все делать вдвоем. Если можете пойти куда-то, поехать куда-то, работу выполнять в четверг, важно все делать вдвоем. Важно очень советоваться, важно созваниваться. Овны должны держать себя в руках, ничего не делать в одиночку. То есть на время перестать быть овнами. И перед тем, как что-то сделать, позвонить или спросить. Соответственно вот это будет правильно и эффективная тактика в этот день. И пятница интересна тем, что Луна стоит напротив Юпитера. Юпитер до сих пор в самом масштабном знаке Стрельца. Он там до ноября пребывает включительно. Он дает очень большие, крупные амбициозные ситуации. Значит пятница это день какой-то очень значимой переписки. Переписки с другими странами, переписки с университетами, покупки больших путешествий, покупки дорогих билетов, обсуждение вузов и виз, или виз и вузов, дипломов, школ, различных поступлений в школы, выбор школ, в которые вы хотите поступать, выбор преподавателей, которым вы хотите пойти, выбор учебных курсов. Очень сильная такая энергия знаков поездки, знаков учебы за границей, родственников которых за рубежом, созвоны, контакты, коммуникации с партнерами, друзьями, родственниками в других странах. Ну было бы прекрасно куда-то поехать или полететь. Вот. Либо приобщиться к литературе в том числе, потому что эти знаки связаны с литературой. Ну и может быть с большими писателями, с классиками мировой литературы. Поездки и прогулки здесь приветствуются. Может быть иногда даже посещение храмов. Вот такие здесь идеи. Может быть какие-то коммуникации на тему юридических вопросов, коммуникации с юристами. Значит в субботу до обеда луна в пустые часы, в холостом пробеге, до 13.43 по Москве, луна в близнецах, это часто пустые разговоры, пустая информация, пустые предложения. То есть, честно говоря, в такое время можно отключить телефон. Просто чтобы, не то чтобы он отдохнул, чтобы вы отдохнули, и ваша нервная система. Потому что все равно ничего толкового не будет. Ну может быть просто веселое общение. Веселое общение в чате, в интернете, где угодно по телефону. Можно общаться, созваниваться. Но это время веселья и такой приятный болтовник. Классно провели время, классно поболтали. Практический выход будет никакой. Будет нулевой абсолютно. Но такой отдых тоже полезен. Вот это утро субботы. Можно просто погулять, я не знаю. Можно отдохнуть, поспать, посидеть в интернете и так далее. Куда-то поехать. Время свободное. Когда холостая луна, часто у нас меняются маршруты, меняются идеи. То есть вы можете выйти из дома, сесть в машину и подумать. Так, куда я хочу? Хочу на Воробьевы горы. Вместо этого поехать в Парк Победы или вообще в Коломенск или в Ярославль. Потому что на пустой луне мы не знаем, где мы окажемся. Мы думаем, что мы идем в магазин, а потом оказываемся в цирке. И это нормально. Этого не надо никак бояться и избегать. В субботу после обеда луна в знаке семейном враге. В хорошем аспекте с Ураном. По идее, хорошее общение с родителями. Удачные покупки для дома. Удачное решение семейных обстоятельств. Общение с детьми. Прогулки и поездки вместе с детьми. И общение с водой. Пьем больше жидкостей, больше чаев, больше минеральной воды. Общаемся с узким кругом хороших знакомых людей. Общаемся с раками. Водная стихия эмоциональная закрытая. Не очень далеко уезжаем от дома. И воскресенье луна продолжает быть в знаке рака. При этом аспекты с Венерой хорошие, с Сатурном плохие. Но Венера в тайном секретном знаке скорпиона. Значит, время посекретничать с подругами, с родственниками, со своими психологами, астрологами. Почитать литературу по психологии. Обсудить какие-то душевные вопросы с близкими, любимыми людьми. Может быть, покушать что-нибудь вкусное, с острым вкусом. Потому что, когда на небе важные планеты в знаке скорпиона, вкусы того, что мы употребляем, то, что мы едим, должны быть острые, рисковатые. Это скорпион. Пресного не должно быть. Мы не любим этот знак за это. И мы ценим этот знак за это. За то, что пресным он не бывает. И это раздражает скорпионов. И это нам нравится в скорпионах. Мы любим эту страсть. Мы любим вот эту непресность. Вот этот перчик. И это один из 12 знаков. Космос считает, что он важен и нужен так же, как все. Так что мы должны его и изучать, и знать, и ценить, и правильно использовать. В общем, семейные тайны у нас. Общение с женщинами в воскресенье. Вот. Может быть, сложные переговоры с родителями. Сложные переговоры по теме недвижимости. Может быть, столкновение поколений, отцы и дети в семье. И много энергии по семейной тематике. Немножко это продолжится в понедельник 21 числа. Соответственно, не уезжаем далеко от дома. Вот такие идеи про неделю 14-20 октября. Надеюсь, не получилось слишком уж долго. У меня долго не было в эфире. Я постарался лишнего ничего не говорить. Значит, в ближайшее время, где-то 3-4 недели я буду в Москве. Если вам нужны консультации, пожалуйста, выходите на связь. Если вам нужны какие-то учебные материалы, по любым разделам астрологии на моем сайте волоконцев.ру заходите в астромагазин. Ссылки на него есть в инстаграме. Я этот ролик размещу на ютубе. Если есть какие-то вопросы, пишите в личных сообщениях. Подписывайтесь на мои каналы. Я буду рад всегда вашим откликам и предложениям. Думаю, что ближайшие недели будут активными. Я постараюсь больше выдавать вам прогнозов, интересных роликов. Планирую рассказать вам кое-что про соляры. И сейчас я готовлю прогнозы на будущий год. Так что, возможно, постепенно буду рассказывать про 2020 год. Потому что очень интенсивный, насыщенный. Там есть о чем поговорить. На этом на сегодня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся в следующих выпусках. Всем хорошего настроения. Всем удачной недели. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok